Здравствуйте! Меня зовут Надежда Строганова. Я ассистент фотографа Василия Королевского. Мы работаем в Тимрюке и Тимрюкском районе. Сегодня я хочу поговорить о подготовке к фотосессии. К фотосессии, в частности, школьной. Сейчас у нас идет школьный сезон, и мне хотелось бы своим видео немножко помочь молодым людям. Я ретушер, я не визажист. Кстати, если у вас есть знакомый визажист или вы визажист, и вам это может быть интересно, я приглашаю сделать совместное видео с визажистами. Поскольку я сегодня хочу рассказать о том, что мне приходится исправлять, мне хотелось бы сделать видео о том, как готовиться и как наносить макияж правильно, чтобы потом не было мучительно больно. Я работаю уже более 8 лет, и за это время у меня накопилось много информации, много опыта чужого и чужих ошибок, которым я хочу поделиться. Возможно, они кого-то уберегут. Сначала о парнях. О них будет коротко и по делу. Парни, при подготовке к фотосессии вам нужно вымыть голову, нагладить рубашку и почистить ногти. В принципе, для вас все. Парни прекрасны в любом состоянии. Единственный момент, на который нужно дополнительно обратить внимание, если вы идете в парикмахерскую, прямо перед съемкой, попросите, пожалуйста, помыть голову после того, как вас постригут. Поскольку лишние волосы на носу, в носу, в ушах и в глазах вам и нам не нужны. О парнях все. Перейдем к девушкам. Очень часто, когда вы причесываетесь здесь у нас в студии, я слышу, как вы нервно выдыхаете. Какая я стрёмная! Боже, как у меня плохо лежат волосы! Что это такое? Посмотрите, какая у меня плохая тушь. В общем, ужас и кошмар. Это нормально. Скорее всего, это ваше волнение. Оно выбрало такую точку. Вы начинаете к себе придираться. Как правило, человек узнает о себе, что он не идеален за один день до фотосессии. Женщина, девушка начинает ущипывать брови, рисовать себе стрелки прямо перед фотосессией первый раз в жизни, завивать волосы, если они были выпрямлены, выпрямлять, если они были завиты, вы не успеваете с такими быстрыми переменами к себе привыкнуть. И те, кто переживает за неделю, у вас есть возможность поэкспериментировать, порепетировать, потренироваться и сделать то, что вы хотите. Научиться рисовать стрелки, если вы никогда это не делали. Научиться делать контуринг, сходить к бровисту хорошему, который сформирует вам правильно брови. Завить волосы, исправить прическу, как-то постричься, походить с этим, привыкнуть к себе. Важно к себе привыкнуть. Наверняка вы все уже знаете, но я еще расскажу, что фронтальная камера телефона вытягивает лицо визуально. У нее такое есть свойство. И очень часто, когда у нас девочки фотографируются, даже если они не пользуются никакими дополнительными приложениями, они говорят, боже, какое у меня большое лицо. А лицо, на самом деле, небольшое. Оно, на самом деле, такое и есть. Просто вы привыкли видеть себя в определенном ракурсе. Сверху большие глаза, ноздри, губы. Все. Фотосессия – это не тот ракурс. Это другой свет. Это другие условия. Это другое видение вас фотографом. Вам важно в этот момент вспомнить, пожалуйста, вспомните, что окружающие вас видят так. Вот именно так вас видят окружающие. Они вас видят не так, как вы делаете себя на телефоне. Окружающие видят вас объемно. Они видят все. Но, как правило, они не замечают ваших недостатков. Поэтому, если вы считаете, что у вас там вскочил где-то маленький прыщик, и все смотрят только на него, нет, на него никто не смотрит. Как правило, его никто и не видит. Но, если вы акцентируете на него внимание, видят будут его. Кстати, почему-то нас очень часто спрашивают, уберем ли мы с лица все. Все это имеется в виду прыщи. Да, уберем. Это входит в стоимость обработки. И это обязательно. Очень часто девушки переживают, что у них большие щеки. Это нормально. Пухлые щеки – это детское строение лица. У вас не может быть скул, как у 40-летней женщины. С возрастом у взрослых женщин уходят комки биша. Если кто не знает, пожалуйста, погуглите. Если же они очень сильно вас смущают, скажите, пожалуйста, об этом фотографу, если стесняетесь сказать мне или скажите об этом мне. И я на постобработке сделаю с лицом максимально естественно и максимально возможно все, что вы меня попросите. Отдельно хочу сказать о челках. Да, челка, к сожалению, это проблема. Некоторые девчата, девочки пытаются за челкой как будто спрятаться. Это не получится. Поскольку любая вспышка вашу челку тонкую пробьет. Если вы опустили себе по бокам две прядочки, эти прядочки будут выглядеть как две сопли, извините. Но так они и будут выглядеть. При этом они будут непредсказуемым образом отбрасывать тень на ваше лицо. Вы не сможете за ними спрятаться, а выглядеть они будут не очень. Поэтому челка, девочки, челка либо густая, прямая, ну, либо волна, либо локон. Главное, чтобы волосы лежали плотно. Либо просто их убрать. Тогда это будет выглядеть хорошо и естественно. Хуже всего, когда челка тонкая и она вот тут где-нибудь разделяется на пробор, например. Тогда здесь возникает белесое пятно, выглядит крайне нехорошо. Подумайте, пожалуйста, что вы можете сделать со своей прической. Но опять же, заранее, очень прошу вас, делайте это все заранее, чтобы вы успели к себе привыкнуть. Еще один момент, который может стать провальным в макияже, это матовая помада. Матовая помада очень требовательна к состоянию губ. Особенно темная. Она часто плешивит. Редко у кого из производителей она наносится с первого раза. Если у вас есть какие-то шелушинки на губах, если у вас губы узкие, не нужна вам матовая помада. Не стоит. Блеск, легкая какая-то, нюдовая, можно жирненькая помада. И все. И больше ничего. Часто в инстаграм мы видим идеальные губы с матовой помадой. Поверьте мне, она не будет так лежать на вас. И не потому, что вы какая-то плохая. Просто я знаю, сколько обработки приложено к этим губам, чтобы они стали идеальными. Очень редко у кого из людей живых на губах она лежит вот так. Сейчас я хочу обратиться к мамам. Мамам, которые собирают своих дочерей на фотосессию. Дорогие мои мамы, я знаю, что вы хотите, чтобы ваша дочь выглядела хорошо, лучше всех, замечательно. И часто на этой почве конфликтом становится одежда. Вы хотите, чтобы она надела одно платье, а она чувствует себя комфортно в другом платье. Что в этой ситуации нужно делать? Уступить или настоять? Решите самостоятельно. Я скажу так. Если ребенок чувствует себя комфортно, фотографии получаются лучше. Человек, маленький человек ваш, может уступить, но при этом она будет потухшей и несчастной. Или нет, возможно, ей понравится. В крайнем случае, мы всегда об этом напоминаем и будем напоминать постоянно. У нас один раз бесплатно можно пересняться. Попробуйте договориться так, что сейчас она, допустим, снимается в том наряде, который предложите ей вы, а потом в том наряде, который хочет она. Или наоборот. Возможно, ей не понравится ее образ и она согласится с вами. Главное, не настаивайте и не ругайтесь. Человек, которого накрутили перед фотосессией, не будет выглядеть на фотографиях хорошо. Очень многое зависит от состояния и настроения. Теперь я хочу сделать такое обращение ко всем, кто готовится к фотосессии. Пожалуйста, не придирайтесь к себе. Не нужно. Все ваши недостатки, как правило, мнимые. Окружающие их не видят, вы себе их надумали. Но когда вы о них думаете, это не улучшает настроение перед фотосессией. Попробуйте получить удовольствие от подготовки к фотосессии. Это интересный опыт, который может дать вам многое, если вы прислушаетесь к себе и почувствуете свое состояние. Услышите свои мысли о том, как вы себя гнобите или, наоборот, радуетесь. Если радуетесь, прекрасно. Приходите, будем работать. Если гнобите, тоже приходите. Мы посидим, попьем чаю, выдохнем и тоже сделаем хорошие портреты. Подвожу итог. Первое. Нервничайте, но делайте это с удовольствием. Готовьтесь, но заранее. Доверяйте фотографу, но высказывайте свои пожелания. И все будет замечательно. Вы красивы, вы все красивы своей особенной красотой. Не надо к себе придираться. Приходите к нам фотографироваться. Если вам понравилось это видео, во-первых, покажите его знакомым визажистам. Во-вторых, поставьте лайки. Это очень приятно. Особенно в условиях новых правил ютуба. Мы можем определить ваши отношения к видео только по лайкам. Если не понравилось, ставьте дизлайки, естественно. Подпишитесь. Мы будем продолжать записывать видео и для школьников, и для студентов, и для невест, и для мужчин. Постараемся давать вам максимальную пользу. Спасибо, что смотрели. Всего вам доброго. Вся информация будет в инфобоксе. Загляните, пожалуйста, туда. До свидания.